Лайф. 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 Ну все, можно начинать? Лайф. Алексей, мы буквально минуту назад познакомились. Я очень рада вас видеть. Спасибо большое, что вы согласились на это интервью. А вам огромное спасибо, что доверяете. Вы знаете, вчера, как вы уже ответили, я выставила публикацию с анонсом об этом эфире. Я уже знала об этом эфире давно, но умышленно не говорила об этом раньше. Специально за один день дала людям подумать. Но, судя по комментариям, реакция совершенно разная на вас, как на личность. Кто-то вас уважает, кто-то берет с вас пример, кто-то остерегается и даже запрещает в какой-то мере. Но скажу одно, как бы к вам ни относились, а вас все равно знают. Я не признаю, горе вам, если все вас будут только хвалить. И двойное горе, если только все хай будут. Надо, чтобы как-то все было порогно. Чтобы баланс был, да? Баланс, еще раз баланс. Но однозначно вас знают. И среди баптистов, и среди педесятников, и харизматов. И надо отметить, что... А почему вы всегда говорите, баптисты, педесятники, а почему католиков нет здесь, в этом списке? А православные, вы знаете? И православные. Ну да, я думаю, можно продолжить это. Конечно, а там все на двух зациклились и все. И не только вас знают светские люди. Мы как раз об этом поговорим, потому что вы внесли определенную культуру. Не только в церковь, но даже в деятельности, в жизни вашей страны. Даже прославление, которое вошло в церковь, в пятидесящких церквях, его не было, я бы сказала, до вас. То есть вы принесли культуру поклонения, прославления. Вот об этом, наверное, мы хотим сегодня поговорить в этом эфире. Да. О современной церкви. Хорошо, хорошо. Как вообще ваш тур проходит в США? Таких у меня еще не было. Чем выключаете? Я в последнее время, перед тем, как выезжать, пророчество, это будет самое лучшее. Мы беремся за руки, с Ольгой, с моими дочерями, и проразглашаем, это будет самое лучшее, самая лучшая поездка, которая вообще когда-либо в жизни происходила. И вы знаете, это работает. Да. Работает, да, и на самом деле. Действительно, самое лучшее. Чем она отличается от других? Во-первых, контраст. Я первый раз был на таком саммите, который проводил Александр Шевченко. Я в жизни никогда не был. Для меня было это так удивительно, увидеть вот такое название, анализ косматического движения в постсоветском... Вот сама терминология на уровне, вот эта американская цивилизация, она немножко меня с толку сбила. Потому что я вот как-то, я в прошлом, я как-то не особенно живу. Мы люди будущего, и как-то, ну забывая заднее, хочется идти вперед, понятно, делая какие-то выводы, но не совсем зацикливаясь. Но, с другой стороны, это была уникальная площадка. Меня, вот так, лицом к лесу, данные товарищи, баптистского братства, писядического, они давно уже не видели, не слышали. И уже был составлен определенный имидж, больше негативный, чем посетил. С кем-то, может быть, впервые познакомились. С кем-то, может быть, впервые, да. Но я благодарю Бога, как вот Сергей Головей, пастор, сказал, что то, что было официально, не знаю, насколько запомнится, но то, что было в кулуарах, это братская любовь, это искренность, это такая доброта. Это то, что мы общим пением пели, любовь к Христа, это настолько, это как, знаешь, духовная ДНК, что ли, что вот мы настоящие, вот здесь мы настоящие. Когда вот от сердца к сердцу, и многие стены рухнули, многие вот эти вот, как бы сказать, фейковые представления друг о друге рухнули. Многие люди ко мне подходили и говорили, Алексей, на самом деле ты вообще другой, ты чувак настоящий, нормальный, с тобой можно говорить. Нам совсем другие вещи говорили об этом. Поэтому я приобрел очень много новых друзей, даже и не только новых друзей, но и тех друзей, с которыми были по каким-то причинам отношения разрушены. И я сегодня на самом деле чувствую, что как будто вот после долгого какого-то застоя нормальные, добрые, дружеские отношения между друзьями, между церквами, они восстанавливаются. Я служил в церкви Василия Бацана, там, где вот такие неприступные стены были. Для меня это было так приятно, что Василий пригласил, и я был у него в церкви. Вот сейчас пастор Сергей Головей, он в субботу, буквально через несколько дней, он приглашает на встречу с их пасторами, с их лидерами. Я никогда не проповедовал, не служил в церкви Мелхлиседек, сейчас МСЧ, и вот пастор Виктор Мазайчук, он приглашает. Ну, вот что-то, сезон поменялся, и может быть этот саммит, он был как бы вот такой вот, той линией, за которой все эти вот новые приключения начались. Я очень рад. Кроме саммит, мы были в Сеатле, церковь Жатва, там, где доблагословит этого пастора Кулакевича, пусть он выздоравливает побыстрее, но были там. Ну, были в Спакене, там, ну, я не знаю, такие контрастные церкви. И мне очень нравится встречаться с людьми, которые на меня не похожи, которые воспитывают не так, как я, которые верят не так, как я. И для меня в последнее время огромное удовольствие представляет именно знакомиться и находить точки соприкосновения с людьми, которые из другой цивилизации, из другой епархии, из другого воспитания. Мне кажется, это есть уже какой-то признак зрелости. То есть не искать то, что разделяет, а что обидно, что обидно, не обязательно всем быть похожим. Это было бы все, потому что все одинаковые, как оловянные солдатики. Ну, ладно, ты молишься так, ты-то веришь, но есть же общее, есть общее, это наши ценности, то есть, слушай, что все. Ну, я присутствовала на некоторых ваших выступлениях и также видела записи, вот вообще кто-то выставлял какие-то различные эфиры из Сиэтла, из других ваших городов, где вы были. Не знаю, может быть, это одно, мне кажется, что какая-то такая тенденция, что многие пытались призывать вас к покаянию. Может быть, я не знаю всех нюансов вашей деятельности, не вникала, но вообще в чем вы должны покаяться? Вы знаете? Вот вы их спросите. Может покаяться за то, что сейчас 480 церквей великолепного направления нового поколения. Может покаяться за то, что возник в Артемии, родился такой проект, как в Артемии Кифа. Смотрите его. Может покаяться за то, что было великолепное учение о семье и браке, которые использовали не только христиане, сколько людей, которые подходили и говорят, как это учение помогло людям светским. Ведь движение нового поколения или харизматическое движение – это не просто такая глупая, нелепая методологическая борьба. Вот громко, тихо. Во-первых, там учение – это раз. Во-вторых, культура, поклонение. Мировоззрение, когда церковь должна интегрировать в общество. Когда рождались такие проекты. Когда и социальные проекты. Вы знаете, если я кого-то лично, персонально оскорбил, назвал козлом поганым, я могу, для меня не зазорно, колени склонились сказать, извини, ты не поганый козел, ты просто хороший. Я могу извиниться, если кого-то лично я оскорбил, персонально. Должен ли Христос каяться за то, что он кого-то назвал гробами окрашенными? Должен ли Христос извиняться за то, что он кому-то обратился и сказал, отец у вас шайтан? Должен ли был извиняться Христос, когда взял бич и опрокинул вот эти все столы в храме? Но мне кажется, когда идет война и когда идет вот эта духовная конфронтация, определяет правильность или неправильность того или иного процесса, результат. А какие обиды остались? Ну, я умоляю, а кто вас обещал кормить в дороге? Многим из кормлями надлежит войти в Царство Божие. Еще раз подытоживаю, я готов извиниться за всякую мою грубость и персональное оскорбление кого-то лично и персонально. Но если мне кино не нравится и тебя спрашивают, как кино, я говорю, да это не кино, а плохое кино, я за это извиняться не собираюсь. Это моя оценка. Если церкви были в застое, если церкви, ассоциируясь с этой системой, они превращались в какое-то религиозное болото, ну почему за это надо извиняться? Если бы мы не называли вещи своими нами, если бы мы не поставили диагноз, мы бы никогда оттуда не вышли и не восстановились. Но все же знают, что такое застой и что такое вот эта вся деградация и слава богу, что мы оттуда вырвались. Еще раз повторяю, согрешает ли кто-то против тебя? Иди и обличь. Я готов был извиниться, если бы меня пригласили в Россию. Куда мне? 16 лет уже. Не приглашают, только из-за рубежа. Ты должен перед всеми каяться. Здравствуйте, где вы? Где вы, перед кем я должен каяться? А в этом зале сидели дети по возрасту, они были моими детьми. Извините, пожалуйста, мне же сидят два года. И когда сидят вот эти судьи, политбюро или как это вот, как сказать, синедрион, ты должен перед кем, ребятки? Перед вами я ни в чем не согрешу. Алексей, вы говорите, у меня перед глазами такая иллюстрация, где ты видела, когда стоят два человека напротив, нарисована шестерка, а один девятка перевернута. То есть один стоит с одной стороны, другой. И один пытается доказать. Они спорят, что это шестерка, другой спорит, что это девятка, и каждый по своему прав. То есть на своем каком-то уровне. Если ты прав, это не значит, что не прав другой. Вот. Мы иногда... Если бы мы видели то, что делал Христос, да, как он плевал и делал мазь для глаз, сейчас, мы бы его назвали юридиком первым, да? Мы бы записали его в юридике и вычеркнули бы из наших списков. Просто иногда то, что в наше сознание не вмещается, то откровение, которое тебе Бог не дал, но дал другому человеку, ты его просто не можешь вместить, потому что тебе другое. Тебе автоматически написывается в рамках, наверное, неправильного. Ну, я даже глубже могу сказать, что само наличие методологической непрекращающейся войны говорит о том, что кто-то потерялся во времени и живет не настоящим и не будущим, а они живут каким-то прошлым, это абсурд. Вместо того, чтобы говорить, каким бы могло быть христианское сообщество в этом, вот в Америке, в Славянске, через 10 лет, куда мы идем? Я про Трампа ни разу не услышал ни одного слова. Я не услышал ни одного слова благодарности, что в экономическом отношении в Америке сейчас стало лучше. Я как будто в Подмосковье, в Советский Союз попал, на Братский Совет. Ну, нельзя жить в прошлом. Древнее прошло, теперь все новое. И я думаю, что наличие методологической войны этих бесконечных разборов говорит о том, что лидеры потеряли видение, они не знают, куда идти, и что Бог сказал. Если мне Бог сказал строить дом, и дал мне строительный план, и дал мне время, мне некогда тратить энергию, время, годы и деньги, чтобы ссориться с прорабом другой строительной площадки. У меня время нет. Я строю свой дом. И я должен сдать его под ключ вовремя, когда шеф придет. И вот базарить, болтать, у меня времени просто для этого нет. И мне кажется, кто занят серьезными делами, он не участвует. Как-то-то, можно, подметил, что если у меня не хватит жизни, чтобы вникать в жизнь другого человека, тогда не будет времени на свою и на реализацию своих талантов, возможностей и призваний. Сто процентов. Даже вот про социальные сети должен сказать, вот, я смотрю, сколько людей, ну, поймите мне правильно, чем, смотрите, есть разные категории людей. Есть люди, о которых в сети пишут и пиарят, и там, я не знаю, их вот, ну просто хайп ловят на них и все. А есть люди, которые пытаются там что-то создать, ну, вот, я здесь, я здесь, смотрите на меня. И там, и не получается. Я хочу быть в категории тех людей, о которых пишут, но которые, которые мне, вот, честно говоря, мне некогда в Фейсбуке часами что-то отвечать, пиарить, хотя я понял, что это необходимо. Мой Фейсбук даже обслуживает мои, вот, Татьяна, мои ближние. Я единственное, что исповедуюсь о всех своих приключениях на зонблоке. Ну, пытаюсь, и говорю, вот я где был, у меня время даже нету успевать об этом писать, потому что, ну, не знаю, ну, жизнь-то так вот сейчас стремительно летит, и так много нужно успеть, и вот ощущение легкого опознания, вот меня оно не расставляет уже за последние несколько лет. Вы знаете, я думаю, что вообще слово пиар, мне кажется, осквернили и опорочили. Потому что значение, которое оно имеет, это построение взаимоотношений с людьми, с обществом, с общественностью. В принципе, это то, к чему вы даже и призываете, да? Но я сталкиваюсь даже, вот, о чем я хочу с вами сегодня поговорить больше, там, администрирование, медиа, служение обустройстве. Сталкиваюсь иногда с соплями, и меня удивляют, с миссиями огромными, то есть достаточно большими машинами, когда я им говорю, ребята, выставляйте свидетельство Божьей, славу на интернет, поговорю, в каком формате это делать, и мне говорят, мы боимся славу забрать у Бога, мы вот не можем это делать. Я говорю, вы уже забираете славу у Бога, если вы даже допускаете мысль, что вы можете это сделать. Но когда мы смотрим, сколько беззакония происходит в социальных сетях, и сколько злых людей, как вы говорите, пиарщиков, да, не хотелось бы использовать это слово, потому что пиар искажает смысл. Но действительно зла очень много. И меня, например, волнует, если я знаю, что в ближайшие 10 лет начнут править инфлуенсеры, то есть там бренды теряют силу, уже отдельные личности поднимаются, которые миллионы подписчиков собрали, и то, что они скажут, за этим идет толпа. Мне важно, кто это будет. Это будете вы, или это будет какой-то там человек с улицы, который будет говорить об оккультных каких-то вещах, и просто смущать народ. Сто процентов. Как часто во время конфронтации с ЛГБТ мы просто констатируем факт, что пропагандистов чернухи, вот это все, вот это беззаконие, они более организованы, они более систематизированы, и они рекламируют продукцию дьявола, но качественнее и в тысячи раз выше, профессиональнее, чем дети Божьи, которые должны светить в этом мире и рассказывать о делах Божьих. И получается, что реклама на царство дьявола, она оказывается намного выше, чем реклама Божьих дел. И это минусно. Так вот здесь вот, пиар не пиар, так досветит свет ваш в любви, чтобы люди видели, видели ваши добрые дела, чтобы мы говорили, а то так получается, что в городе одна наркота, одни убийства, все, там церковь, там огромное количество Божьих чудес, только никто об этом не знает. Все остается в церковных стенах. Мы должны занять свои очень убедительные, ключевые позиции в информационном пространстве. Кто управляет сознанием, тот управляет миром. Вот и все. Мне очень напомнилась одна ваша фраза в интервью. Вот с того момента, я просто откровенно говорю, я мечтала сделать с вами интервью. Это может быть 5-7 лет назад я смотрела, и вы сказали так, что у меня может быть огромное видение, то есть мировое, масштабное, но если у меня не будет такого технаря, очкарика, который будет сидеть рядом и не поможет, у него будет видение, чтобы реализовать мое видение и все профессиональные инструменты. Вот так же продолжаете так считать? Правильно. Почему я не знаю? Не почитайте один другого выше себя. Я поэт-романтик. Я глобалист. Я экстраверт-холерик. Мне нравится вот этот небесный хайп, когда приходит вдохновение, и у меня вот такие глобальные вещи. Но что я сделаю без тех, которые мне объяснят и превратят это в рекламный ролик, в музыкальный проект. Вот Татьяна, вот она закончила актерскую школу, школу актерского мастерства в Нью-Йорке. Она мне помогла, вот этот ковчег Залета, этот огроменный, просто, ну, huge project поставить. Что бы я делал без них? Я получаю вдохновение, я получаю музыку, я получаю идею саму, но мне нужны и режиссеры, мне нужны и администраторы, мне нужны и вот эти вот менеджеры, которые эту идею могли бы разложить в профессиональном отношении, во-первых, и на сцене, и по полочкам, и финансовом в том числе. Но мы нужны друг другу. Моисей вывел народ израильский из Египта. Крутой мужик, чудеса творил. А в административном отношении, в отношении маркетологов, ну, как сказать, вот, как это все реализовать, начал консультации проводить, и стоит очередь полтора миллиона, и пришел и Афор, может быть, совершенно бездуховный человек, говорит, ты что издеваешься над народом? А, к тебе приходит тетушка и говорит, их корова зашла в мой шалаш, и она там наделала. И он, так, что же надо делать? Дайте ей лопатку. Это не... И Афор пришел как менеджер и говорит, Моисей, ты лидер, ты носитель откровений, но тебе нужна вот эта структура, лидерская структура. И вот здесь, вот это, мне кажется, возле каждого Моисея должен быть Афор, который помог бы ему делегировать и отдать часть своей ответственности, чтобы вот техническую, организационную, административную работу мог делать целый, я не знаю, большой персонал. Я ценю команду. Без команды мы бы никогда ничего не сделали. Ну, бытует мнение, что, говорят даже в церкви так, что профессионалы, это люди не духовные, они... А им не надо быть духовными. Ибо если бы вот на камере стоял духовный человек и во время, когда надо снимать, он бы вообще запорол все, сказал, что ж ты ничего не снял? Я в духе был. Не надо быть в духе. Кому-то надо быть в духе, а кому-то надо быть на земле. Когда меня пастор спрашивает, какого, вот нарисуй качество администратора, которого бы порекомендовала нанять, я бы говорю, этот человек, который не должен иметь такие качества, как у вас, разделять с вами одну с собой, потому что у него другая задача. Конечно. А это очень интересно автоматически. Сто процентов. Люди должны быть... Дары различные, действия различные, а дух один и тот же. Я считаю, что если бы все, слава Божьей, падали бы, и, я не знаю, бардак бы начался. Алексей, ну а как же благодать? Мы говорим, братья, мы приходим в служение, вот зачем этот ход, там, какое-то планирование? Все должно быть по благодати. Когда налоговая придет, тогда мозги включатся. А благодати говорят люди, которые еще на себя никаких серьезных нагрузок не брали, которые никогда не попадали куда-то ниже плентуса и не рассчитывались с нерасплаченными кредитами. Я думаю, и дух, и душа, и тело. Вообще-то, если говорить по большому счету, откуда мы взяли, что благодать, это какая-то наркомания, что благодать, это какое-то безумие духовное, когда кто-то улетает. Бог самый рациональный. Вот на секунду, представляете, что наш Бог начал бы вот так вот куролесить, как куролесят его дети. Да в жизни, когда Бог так не вел себя. Где вы в Евангелии заметили, чтобы Христос ходил и просто как полупьяный, ходил и падал? Да в жизни такого не было. В жизни никогда. То, что придумала религия, харизматическая, ну вот это последнее, со всеми там пылью, там со всеми этими пельнями, там и уже по Пушкину все начинается. Там чудеса там грешит вроде, да, и кто-то еще сидит. Я считаю, что мы должны, как эталон благодати, рассматривать, во-первых, образец это Христос, ну посмотрите. У него даже исцеление не каждый раз происходило. Изгнание бедствий не каждый раз происходило. Он как нормальный, рациональный, продвинутый, мыслящий, стратегический мыслящий лидер, который вел себя адекватно и перед политиками, и перед религиозными вождями, и перед народом. Нельзя в обочине. Но профессионалам ведь, профессионалам же надо платить. А у нас... А откуда взяли? А у нас существует такое мнение, что если это уже на зарплату, то это не служение? Ну, область. Это абсолютно. Трудер все достоин пропитания. Я считаю, что это все издержки пролетарского мышления. Мы вырвались из социализма. И вот эта ущербность, рабское ущербное мышление, оно нас обваждает до сих пор. Для американцев не зазорно делать платную регистрацию конференции. Они оплачивают конференцию до того, как она началась. Вот этот саммит, где мы были в Сакраменто, извините, это платный вход от 100 до 250 баксов. И этот саммит, ну, если посчитать, сколько людей было, это уже бизнес. И для американского мышления, служения-бизнес, здесь никакого конфликта нет. Попробуй для нас, пролетарских сыновей, дочерей, ах, ах, вот это. Это безумие, абсурдно. Это неправильно. И вот это рабское мышление, все, как бы на шару, как бы там, я не знаю, это неправильно, это неправильно. Профессионализм, он оплачивается. Здесь должна быть гармония и волонтеры, и профессионалы, они должны работать вместе. Но чем выше квалификация, тем дороже услуги. Ну, это же всем понятно. Мы все видели вашу... Но если ты не хочешь платить профессионал, вот тогда и пусть твоя церковь превращается в религиозное болото, где любители, бла-бла-бла, вот такое все, но это антиреклама. Я иногда смотрю, как те люди, которые говорят про то, что вот профессионализм... Не знаю, правда, где вот эти вот весы стоят, на которых эту духовность измеряют, и духовность, и недуховность. Я пока не вычислила, где эта точка находится, где можно взвеситься, и кто вправе определяет. Как вы считаете? Я считаю, что профессионализм определяется одной категорией. Это влияние. И духовность – это влияние. Это не методы. Это безумие, это перекос. Духовность по методам. Если ты духовный человек, и ты духовный человек, настоящий духовник, к тебе будет очередь. Потому что твои услуги, духовные услуги, они будут востребованы. Уровень влияния определяет уровень духовной зрелости. Это раз. И если говорить про профессионализм, если ты настоящий профессионал и специалист в твоем деле, в твой ресторан будет стоять очередь. Если ты ремонтируешь машину лучше всех, к тебе будет стоять очередь. А если к тебе очередь не идет, хочешь сказать, какой ты нафиг танкист? Знаешь, плохой ты дилетант даже. Я иногда смотрю на сцену, мне кажется, что говорят, вот, надо своих людей подключать, неважно, попадает он на струны или не попадает. Иногда смотришь, что профессионалы, люди гордые, стоят на сцене. И иногда в этом дилетанте видишь столько гордости, что он на эту сцену попал. Что говорят... По-моему, Господь. Я как музыкальный фарисей, когда попадаешь в другие церкви, я стараюсь, ну, как бы, после служения, после прославления выходить. Меня как назло всегда вот выталкивают прям для первого аккорда. Ну, какое же это издевательство, когда ты стоишь. И мое чувствительное, ранимое сердце поэта и музыканта слышит, как басист догоняет удар, как бедный вокалист никак в ноту не будет. Вы что творите? Зачем вы издеваетесь над честными людьми? Кому-то Богу это нравится. Мне так нравится, когда моя дочь Татьяна училась в школе актерского мастерства, и она была в таком восторге. Пап, ты даже не представляешь, то, что ты на библейской школе преподавал, это вообще не ругается теория с тем, что нам преподают здесь. Я говорю, что? Он говорит, главный тезис, который здесь у нас в школе, это познайте истину. Я говорю, да ладно. Интересно, что два Бога у всей, ну, как сказать, творческой интеллигенции американской, вся творческая элита представляет двух русских Богов. Это Станиславский и Михаил Чехов. Да, многие, которые введения переведены. Ну, и их, как бы сказать, технологии, их вот учения, вот, короче, их принципы лежат в основе. И главный принцип – верю-не-верю. Ты можешь выучить монолог Шекспира, ты можешь какую-то сцену сыграть, спеть какой-то, хит, кавер. А он может сидеть, как я тебе не верю. Все правильно, в ноту попал. Это все требования другие. Глаза в рот. И знаете, что там говорится? Когда я слушал, у меня просто откровения приходили. Танюха, ты молодец. Это надо в церковь вводить. И то, что она сейчас делает, ее надо приглашать в церковь, потому что она, на самом деле... Ей нужно это все в лайф вводить. Она зазеркалит проект. Конечно, потому что люди на сцене, которые... Они зажаты, они не знают, они ведут себя как... Просто как будто... Страшно как. И там какой принцип? Даже если ты учил песню, даже если ты ее правильно спел, даже если ты попал в ноту, когда звучит эта строчка, какую ассоциацию она рождает в тебе внутри? Вот когда ты поешь, ты велик, ты прекрасен, ты велик, что у тебя в этот момент, какой образ у тебя внутри рождается. И когда ты спрашиваешь, что в этот момент, ты внутри видел ничего нет. Пустой звук. Потому что все должно быть ассоциировано. И самое интересное, что в основе образования образное восприятие. Если ты очень часто не говоришь фразу, и эта фраза, она не рождает вам ни образ, она пролетела мимо. Информация от тебя останется во мне только при условии, если эта информация превратится в картинку, в какой-то образ. И тогда, когда вот говорится что-то, я это оставлю. И чего там добиваются? И добиваются какие ассоциации были внутри, в твоем духе, в твоем сердце, когда ты читал вот эту строчку. Никаких. До свидания. Врешь. И там какой принцип? Если на сцене будет истина, в зале будет вера. Нет таких понятий. Правильно, неправильно, методология. На коленях, листой, тихо, громко, верю или не верю, это главное. Я говорю, пап, ты представляешь, они театр в церковь превратили. Про истину говорят и про веру. А мы, церковь превращаем в какой-то дешевый, провинциальный театр. Вы хоть раз могли бы на секунду представить, чтобы просто, если при таком серьезном подходе, в каком-то театре люди добиваются честности, глубины, для того, чтобы была истина и чтобы в зале была вера. Скажите, пожалуйста, где-нибудь такое практикуется церковь, чтобы собрали всех, кто там был, и сказали, я не верю. Так возрастай в вере тогда. А мы позволяем, мы взращиваем фальшивых, ограниченных, непрофессиональных, религиозных исполнителей, которые далеко не конкурентоспособны с теми, кто вокруг нас. Вот почему в церковь люди иногда не идут. Я уже молчу про проповедника, как умные люди приходят, говорят, этот лектор сегодня был не готов. После утренней проповеди логика спотыкалась, развития не было, кульминации не было. Настоящий музыкант придет, послушает вот этот дешман, он скажет, до свидания. Вы понимаете, о чем люди? Поэтому я иду, саентологом идут. Поэтому они идут в какой-то оккультный мир, что там хоть просто тебя никто вот так вот не превращает в половяного солдата, а там говорят такого пьянения. И мне хочется сегодня, чтобы у нас в церквах была реформация, честность, чтобы на сцене была истина, чтобы каждый человек в зале мог сказать верю. Сто процентов. Верю. Ну, я смотрю, иногда люди, когда, допустим, ведут свой бизнес и также являются там служителями в церкви. В бизнес они берут лучших профессионалов, они строят лучшие сайты, нанимают лучших маркетологов. Конечно. А в церкви как-то вот все должно быть такое нищенское, просто... Это все, опять же, это стежки пролетарского воспитания, с которым надо заканчивать. И когда мне говорят, что делать, как это осиное гнездо развивает... Самое неблагодарное дело перевоспитывать взрослых людей. Оставьте их. Пусть они дальше наслаждаются жизнью. Найдите растущее, новейшее поколение, которое готово двигаться и развиваться. Но нельзя свою жизнь просто гнобить и хоронить церковь. Бог создал церковь для счастливых, развитых, продвинутых, благосвоенных людей. Мы превратили ее в каком-то кладбище радости, кладбище талантов. Это абсурд. И я продолжаю дальше говорить бегите из мертвых церквей и каяться за это не собирать ни перед кем. Алексей, сегодня мы не будем вас просить покаяться. Вы знаете, я, кстати, умышленно сделала на этой прекрасной кухне, как вы обратили внимание, с кавалини, итальянской. Здесь у нас есть шоу-руми, если кто-то... А есть еще? Кофе? Да. Можно? Родольфо? Can you please one more? Сейчас нам еще покой здесь. Вот на такой замечательной кухне, потому что мне кажется, что именно на кухне никто не просто наколкается, а больше рождаются какие-то советы, я бы сказала, рецепты, то, чего хочется от вас услышать, рецепты, то, где мы живем сегодня. Наверное, тема, на которую я бы хотела перейти, я смотрю, такая тенденция в последнее время среди многих служителей пошла, все призывают какому-то всех христианскому единству. То есть все говорят об этом, но в конце, в итоге, это все все равно сводится в навязывание одной формы другой формы, то есть в практике, допустим, одной церкви, навязывание вот этого формата другой церкви. Опять методологически. Возможно ли это всекристианское единство и как вы видите его? Я считаю, что единство бывает разных категорий, единство бывает разного формата. Единство, которое создают люди, единство, которое навязывается и единство, которое приходит от Бога. Для меня личное единство это родство душ. Для меня единство это гармоничное отношение к данному откровению. Если у нас с тобой разные откровения, у нас не будет единства. Даже когда сегодня говорят, вот мы всех пасторов города собрали, мы молимся все, я смотрю, и до какого же потолка ваша молитва дойдет? Если вы собрали пастора, который презирает тебя за то, что ты молишься на языках, а этот за то, что ты ограниченный религиозный, в чем единство? То есть что единство, если двое или трое согласятся просить о всяком деле, будет от Отца Моего Небесного, что единство, это когда собираются союзники, единомышленники, ну как бы сказать, абантюристы, которые хотят сделать что-то новое в городе, и они птицы одной стаи. Вот это есть красота. Птицы одной стаи. То есть чайки, пусть чайками летают. Курицы не будут едины с орлицей. Которых объединяет одно видение, практически. Конечно. Вроде и умеет перья есть, и умеет перья. Но единство не в том, что и у орлицы есть перья, и у курицы есть перья. Орлица никогда не позволит вот этой курице устроить курятник там на скале, вот в орлином гнезде. И орлица, она не будет единой и счастливой на курином дворе, где ко-ко-ко-ко и все остальное. Эти летают на других высотах. Поэтому, когда ты насильно берешь вот этих куриц и пытаешься их ассоциировать с орлами, а еще между ними какие-то чайки, бред полный. Это все, это все цирк. Я считаю, единство, это не обязательно толпу собирать. единство, которое приносит счастье, которое приносит творческий, просто хайп, творческую энергетику. Мы собираемся вместе, давай мы сделаем вот это. Вот у нас недавно был форум, бизнес-форум, в котором принимали участие люди церковные и не церковные. У нас было такое единство вокруг идеи, как зарабатывать, как европейский товар двинут на американский рынок, как американский товар двинут на европейский рынок. У нас были люди из Швейцарии, из Израиля, из России, из Украины, из Америки, из Израиля это был рабин. Сказали, что быть общего, все такое. Объединяет идея, идея. Какая разница, во что ты веришь, какая идея нас объединяет. Так всех объединила идея, что христианам сегодня катастрофически не хватает денег. Мы должны быть честны. Чем тупее будет лидерство, чем оно будет ограничено, тем быстрее церковь зайдет в кабалу, и причем финансовую. Ну что, за все отвечает все. Денег нет на ремонт, денег нет на строительство, и все. Так вот, идея, как зарабатывать деньги, как богатство нечестивых должно перейти в руки праведных. И как праведным людям приготовиться к тому, чтобы управлять. Были люди, которые в церковь вообще не ходят. Вот у нас был шпротный король, это Арнольд Бабрис. Он в церковь не ходит, но он руководит вот этими заводами, которые производят шпрот. Вот был человек из Израиля, Михаил Финкин, который раввин, два образования получил здесь. По духовной линии или церковной, лучше сказать, вообще никакого пересечения нет. Там были из каких-то других церквей, но мы все соединились в одном. Давайте зарегистрируем европейскую ассоциацию христианских предпринимателей, даже не верующие, они согласились, говорят, здесь надежнее крыша. И да, конечно, и я такого единства среди такой, как бы, церковных людей не видал, когда люди разных стран, разных языков, разных социальных сословий объединились в одной идее. Вот в это я верю. Вот в это я верю. Алексей, я на таких конференциях, я даже пока не озвучивала это в прямом эфире, не знаю, как, конечно, к этому отнесутся, но я иногда на таких конференциях получаю больше вообще духовного погрешения, чем на наших христианских конференциях. Я летаю на конференции закрытые там по социал-медиа маркетингу, где приезжают там 70-80, на Равоспитер лучших людей в плане там Фейсбука, Инстаграма и продвижения. Потому что есть идея, а если нет идеи, единство это фейковое. Оно фейковое. Идея, которая меня зажигает, тебя зажигает, и вот все, огонь объединяет на все. Нет, так что выясняется, вот допустим, те люди, к которым меня тянет, вот таким посланием, потому что я вообще говорю, например, социальные сети, там нужно, не нужно быть, такие разные споры ведутся, но вообще социальные сети и алгоритмы, которые сейчас работают, полностью основаны на библейских принципах. Закон о сейне жатвы. Конечно. Вот допустим, пастор из Канады, он сейчас миллионер, и он пошел к фейсбук-рекламе, он полностью специально на фейсбук-рекламе, там, Николас Кузьмич, у него, кстати, корни белорусские, мне кажется, и он говорит, you have to provide value, ты должен переставить какую-то ценность, почему ты думаешь, что человек должен тебе пожертвовать, или ты должен смотреть твое видео, откуда ты знаешь, почему ты, или там, купить твою книгу, вообще, кто ты такой, ты для него никто, ты можешь на своем уровне быть великим человеком, он пролистывает тебя, сначала дай ему что-то, дай какую-то цену, поделись чем-то полезным, что обогатит его жизнь, его бизнес, его семью, тогда он подумает, стоит ли ему следовать за тобой. Вот, вот ты сейчас как раз говоришь еще об одной главной составляющей единства. Если у тебя мышь повесилась в холодильнике и в кармане дырка, и у тебя носки грязные, и ты приехал вообще на грязной машине, а рядом человек, который миллион зарабатывает, никогда в жизни не будет единства, и не надо даже бредить, не надо даже бредить, существует классовое единство. Даже вот эти все коучинги по бизнесу, во-первых, сколько ты зарабатываешь? Для тех, кто зарабатывает тысячу бацов в месяц, для вас вот ваш потолок, вам нужен вот этот курс. И, пожалуйста, единство должно быть даже по уровню. На этом условии, да? Конечно. Если у тебя миллион получается в месяц, для тебя другая наука. И я считаю, что когда христиане собираются, у которых ничего нету за душой, большое спасибо. Спасибо. У которых цепи нету, у которых содержания нету, и вот просто теоретики, которые болтают обо всем, они тебя всему научат. Они холостые, но они тебе расскажут, как надо строить семью. У них нет церкви, но они тебе обязательно расскажут, как церковь должна быть устроена. Они сами, не музыканты, но они тебе в подробности расскажут, каким должен выглядеть, как должен выглядеть поклонение. До свидания. Покажи мне веру из дел твоих. Я не собираюсь даже тратить времени на общение с теми людьми, у которых за душой ничего нет. Иди, сделай что-нибудь, достигни что-то. Я считаю, в основе любого диалога, что имею, даю, покажи мне, что ты в жизни достиг. Я покажу то, что я в жизни достиг. Если мои достижения и твои достижения, они укладываются на одной площадке, вот это и есть предпосылки для нашего единства. А если тебе нечего, положи сюда. До свидания. Иди, пожалуйста, чего-то достигну в жизни. И потом мы с тобой будем разговаривать. А просто болтать. Мне тот товар не нравится. Если тебе не нравится его товар, если тебе не нравится мой товар, покажи свой товар. А народ в условиях рыночной экономики пусть его и берет. Сейчас никого не будет вот так вот так. В совке только можно было. Вот. Никакой рекламы нету. Ешь вот этот гематоген. Вот. И колбасу там еще какую-то. Сейчас другое время. Рыночная экономика. Не нравится тебе эта церковь? Построй такую, которая была бы лучше. Не нравится. Это просто служение. Я часто советую даже своим студентам и своей команде. Я говорю, если ты кого-то критикуешь, там сайт не такой, страница не такая, покажи альтернативу. Покажи альтернативу делать. Сто процентов. Потому что люди столько гнутки умные во всех направлениях, сколько они в своем чаще всего. Да. Поэтому я считаю, единство, если говорить о реплине, единство должно быть в откровениях, единство должно быть в достижениях и в нашем стратегическом видении на будущее. Потому что если человек живет в прошлом, не скучно, не неинтересно. До свидания. На секундочку отвлекусь. Друзья, просьба вам. Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь смайлик, вот как вы оцениваете этот эфир, любой палец, можете поставить улыбочку. Это поможет распространить запись и поделитесь со своими друзьями. А также у нас будет блок сейчас вопросов-ответов. Вы можете прямо сейчас задать любой интересующий вас вопрос Алексею, и мы его выведем в эфир. Поэтому благодарю вас заранее за такой вот фейвор, за такую помощь нам. Поделитесь с друзьями, да, или отметьте друга в комментариях, которому рекомендовали бы посмотреть этот эфир. Я не знаю, стоит вообще эту тему трогать или нет, но мне кажется, что она меня волнует, потому что с разной проекцией смотрят на, немного уже другая тема, да, на Ульфа Экмана, который ушел в католицит. Но я не знаю, может быть это моя такая большая фантазия, но у меня такое впечатление, что вообще этот год как будто это была такая спланированная каким-то мировым сообществом акция, потому что резко все лидеры и сагританты... Вы верите в теорию всемирного заговора? Возможно. Более вероятно. А почему нет? Я тоже верю. Да? Да. Ну я боюсь это озвучить, потому что мне скажут, что я на тебя богатая фантазия. А ты не бойся, тебя уже так выкрестили. Уже, да? Я думаю, что да. Я уже в этих рядах всего за последние несколько записывала. Я во время саммит... Вы обратили внимание, что реально просто прям стратегический план склонированных действий происходил по плану католицит? Смотрите. Насчет единства. И насчет темы вселенного заговора. И в том числе Ольф Эклона. Я дружу в Латвии с людьми, которые на меня не похожи. И мне нравится. Я обогащаюсь. Потому что когда передо мной человек на меня не похож, он может мне чему-то научить. Это ужасно непрофессионально, когда тебя окружают люди, которые тебя уже ничем удивить не могут. Это уже какой-то, знаешь, междусабочек, в котором происходит медленная деградация. Но когда вокруг тебя люди, на тебя не похожи, они тебе бросают вызов в некоторых вещах, в которых ты, может быть, не совсем компетентен. Так вот, смотрите. У меня друг Янис Пуец, кардинал римской католической церкви. Как вам это? Когда мы видим, ой, харизматическое движение не может договориться с баптистом, вся чушь полная. Если мы можем договориться с кардиналом римской католической церкви, не доктрины менять, а соединить ресурсы практически, чтобы защитить институт семьи в стране, вот тогда все заканчивается. Вокруг какой идеи это единство? Ну вот на эту тему, кстати, если поговорить побольше, что есть идея, есть икея, есть идея, есть единство, есть совокупность ресурсов. Так вот, у нас вокруг идеи защиты института семьи объединились все церкви. Экуменическое единство, которому позавидовать можно любой другой стране. Мы договорились со всеми защитить институт семьи. Мы составили манифест семья, гордость и сила Латвии. И под этим манифестом стояли подписи руководителей всех десяти конфессий. Единство. Какая идея? Вот идея. Как защитить институт семьи? Ну это может быть в другой раз. Ну и вот, на этой площадке я очень хорошо познакомился с кардиналом Римской католической церкви Янис Пуриц. И ему сейчас больше 80 лет. Он сейчас как бы вторым является, а первым сейчас ну свежий такой пришел лидер Так вот я с ним однажды разговаривал и это католик. Поскольку Ульф пошел в католическую церковь я вот как раз и на эту тему говорю. Он очень умный он вообще рожденный слышал он так всегда ревнует о том что ну что такое семья ну семью надо защищать не бросайте святыни псам я хулиган но тот хулиган еще тот и он говорит не бросайте святыни и не мечите жемчуга перед свиньями эти люди ЛГБТ хотят превратить в свинарник нашу нашу страну но мы должны защитить я смотрю ну вообще нереально он вообще молодец и когда вот мы с ним я с ним даже к нему домой прихожу у него такой я бы советовал многим ну дружите с другими церквами ну дружите с другими лидерами нормальными вменяемыми это нас будет обогащать и вот я к нему прихожу и говорю ну что кардинал он говорит ну опять они хотят этот прайд устроить ну надо остановить на что все церкви стали кардинал да если инквизицию на пару недель выпустили да блин наперми порядок и все он не то время но идея понравилась и знаете о чем дальше говорит а что ты имеешь ввиду ну что ты против инквизиции ну конечно инквизиция там но изначально она имела очень важные позиции а что означает говорит Газмин Литяев скажите если тебя в государстве оскорбят и обидят кто должен защищать тебя ты сам или государство я говорю конечно государство а если Бог оскорбят в государстве кто его должен защищать он сам или государство я сижу у нас у харизмата Господь как бы сам защищается так вот если Господь сам защищается пусть тогда и человек сам защищается при чем тут государство потому что человек создан по образу и подобию уже кто еще из нашего типичного окружения был бы так мыслью рассуждать я говорю подождите и что вы хотите сказать так вот инквизиция была создана для того чтобы защищать авторитет нашего Господа в стране и он достает такую бумажку там у него большая библиотека он достает бумажку и говорит смотрите охранька императора российского руководителя безопасности скопировал устав инквизиции один в один и они по этим принципам пока была российская империя там был специальный отдел который защищал авторитет церкви священников бога и так далее и вот теперь смотрим за богохульство кто будет открыто хулить богом 5 лет каторжных работ если кто-то кражу совершит это с твердым знаком он вот показывает и до тех пор пока защищали институт церкви священство и бога империя процветала это же женевая кальвина это еще до нее он просто говорит что вот изначально какие были задачи и какие были цели инквизиции а если говорит бога значит и дальше к чему и я ему потом уже сам провокационный вопрос в конце задал очень интересно когда люди образуют просто часы пролетают не то что болтовня а просто ты насидаешься и последний вопрос я ему задал такой пророк оценол господин кардинал скажите откуда придет антихризис из Рима или из Иерусалима я я думал что как католик все стрелки переведет на евреев но прошло несколько минут и он говорит я думаю что антихрист придет из Ватикана вот здесь я обаудил это говорит не лютеранин это говорит не харизмат это говорит сам человек который разговаривал почему он говорит ну понимаешь точно так же как в Советском Союзе целый отдел работал в КГБ для того чтобы готовить агентов которые проникали в христианские церкви речь шла о поколении наших отцов вот в эти баптистские и вот эти пятидесятнические церкви и они проникая внутрь и они проникая внутрь они меняли молитву внедряясь в церкви они меняли богословие они меняли молитву и церкви потихонечку превращались ну вот в такой послушный инструмент системы сейчас готовят международный крутоотдел готовят таких же агентов для католической церкви и говорят все эти сексуальные скандалы педофилия финансовая все такое это говорит все говорит происки вот этих вот этих товарищей чтобы обесчестить и дискредитировать авторитет церкви у него чуть глаза на мокром месте я сижу и думаю господи вот что такое самокритичность Алексей но это же происходит сегодня я вижу что есть определенные люди которые засланы в церковь вот они делают даже у нас среди пятидесятников я вот о чем говорю мы начинаем разбираться кто прав кто виноват и мы думали думаем что это религиозный или доктринальный конфликт а это политический заказ извините пожалуйста мы взрослые люди и мы должны смотреть чуть чуть глубже и он говорит ну представляешь себе что если треть синода проголосует за отказ от исповеди и целебата для них это основа святости может для нас что-то это ничего не значит он говорит если сейчас треть синода проголосует за отказ от исповеди и целебата говорит все это все рухнет и там могут быть и легализации однополых браков и все остальное и так далее и когда я сейчас слышу что папа римский франциск говорит надо переписать евангелие ну это старый такой какой-то слог и все такое знаете что такое переписать евангелие переписать так что в новой версии евангелия найдут убежище всякого всякой твари папари и я вижу как это все идет и он чуть ли не со слезами говорит и мне очень жалко я молюсь чтобы господь это все остановил чтобы если это сейчас все ну как бы сказать рухнет вот это вот целебат отмена и исповедь то тогда начнется либерализация по полной программе всех вот этих вот норм и тогда уже здесь вот гнездо антирисы это мне говорит я настолько был удивлен и на этом фоне движение ульфа Экмана в ту церковь для меня кажется это какой-то я не знаю это какой-то очень трагический поворот событий на части первого закона да и я думаю что кое-кто вот как мы говорим кое-кто хорошо проработал и промыл мозги сам человек в жизни когда до такого не додумается если ему не помогут и я думаю что мы даже не знаем кто вокруг нас кто говорит или это косвенно или там на 15% лжи или на 50% но дело в том что он из литеранства выходил потом он Тарас Бульба создал харизматическое движение и его опять же перечеркнул это все ерунда ну зачем же ты это создал и теперь он идет туда не знаю мне кажется это обманутый человек который попал под какое-то жуткое влияние обольщение вот этих структур потому что иметь такую козырную карту сказать вот первый пошел Алексей куда ты намечаешь куда ты лыжи свои на острел но я говорю только не в православное и тем более не в католичное царство Божие ну как вы мудро когда-то подметили что ЛГБЦ действует на трех уровнях лоббирование финансирование информирование даже те события нельзя эту тему не включить события которые праздничные в Киеве я посмотрела эфир когда просто христиан загнали я так называю коридор позора просто забили их там и я вышла в эфир у меня эмоции переполняли потому что я удивилась знаете чему наверное какой меня пак больше всего уделил это Сергей можно попросить зарядочку включить компьютер у меня в сумке зарядка спасибо меня больше всего удивило то что христиане поддались на эту провокацию что если раньше у нас даже вы участвовали под дождем стояли и действительно законы не принимались с моей пропозиции поправки выходили то есть мы решали этот слой я помню как я была в Сан-Франциско на 8-й попала в Сан-Франциско хроникал на первую страницу и там стоят две такие красивые обнимающиеся беляночки и такая как бы я агрессивная ненормальная фанатичка вот так это все подано даже в СМИ поверят извращенное такое понимание я выхожу в эфир и я правду рассказываю это был ГТ что добавляется буква П педофилия куда это идет что они свои процессы любят своих детей не рожают цель забрать у христиан детей двоих и в принципе новому поколению навязать это все и многие такие вещи раскрывают и что вы думаете происходит там десятка как я думала друзья от меня отписываются и пишут мне в личку что как будто я когда фтегнулась в этом видео чуть ли не оскорбила это ты чего мы же там на работе мы везде ты вообще такие темы ты ну будь осторожен с такими темами а где свобода слова а где свобода слова ну вы свою свободу говорите мы свою а что же вы такие обидчивые я знаете как назвала это я говорю всем нетолерантным христианам посвящаются потому что толерантность в медицине это неспособность бороться с болезнью это манипуляции это манипуляции знаете мне чем понравилось христиане подались на ЛГВТ богословие я так это называла да 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 если даже протестовать надо грамотно в рамках того законодательства которыми обладает ну данная страна я помню наш последний очень серьезный протест до сих пор гуляет где-то там где я еще стою и говорят что сделали вот эти это грамотно было у всех была Библия в руках там не было оскорблений там все вот это важно подача да подача мы говорим что мы как граждане как налогоплательщики спрашиваем сколько полторы тысячи полицейских на какие деньги вы охраняете они что за такая элита мы задаем вопрос если их кто-то изнасиловал в детстве это не означает что они повзросли должны теперь нас насиловать здрасте сейчас я смотрю даже христиане начали их жалеть вот бедные несчастные кто-то их насиловал здесь начинают находить какие-то причины чтобы просто это оправдать это грех но здесь смотри Леночка здесь есть очень серьезная такая линия есть жертвы насилия вот этого гомосексуализма по отношению к ним к жертве у нас и любовь и сострадание и помощь но по отношению к пропаганде вот этой заразы у нас нетерпимая и категорическая позиция сто и нет на высоких кругах в основном как раз таки не жертвы жертвы это те которые тоже поддались под эту систему а на высоких уровнях там правительственных это как раз таки стоят люди которые получают определенные деньги за это за продвижение я считаю что в этот момент когда идет пожар в доме мы не должны вести себя так как будто его нету сидеть и кофе пить здесь дым здесь крыша и когда здесь идет вторжение я наоборот это вообще не знаю я не стесняюсь выражения это вообще на фашизм это диктатура когда ничтожное количество меньшинство которые ничтожное количество диктует большинству как им жить как делать к вам в постель к вам в личную жизнь никто не лезет это абсурд свою персональную какую-то ориентацию сексуальную выставлять всем это ущерб к твоим детям к твою семью поэтому я считаю что в этом плане церковь должна занять очень принципиальную позицию которую бы общество должно знать что мы категорически против и в этом отношении я считаю что нам нужно три вещи идея как только что вы сказали и лобби церковь должна найти встретиться пересечься с теми людьми которые находятся у законодательной власти мы благодарны Богу что новый мировой порядок за который мы чуть не распяли и не казнили благодаря этому откровению в Латвии возникла первая латвийская партия это лобби и благодаря сотрудничеству с церковью это была партия которая состояла из священников разных конфессий если вы наберете в википедии первая латвийская партия это партия священников это золотой век царственного священства было в Латвии и за это время мы не просто кричали ходили вот это единство единство не только между разными конфессиями и деноминациями но это было единство между христианским сообществом и политической силой это цари и священники это когда они оказались вместе и как раз мы им подали разработанный всеми священниками манифест семья, гордость и сила Латвии и 20 тысяч подписей и мы пришли к премьер-министру и сказали а вот теперь слушайте нас за нами стоит 80% населения Латвии это ваши избиратели это ваши налогоплательщики это люди которые вас устроили на работу и пожалуйста выполняйте эту работу достойно защищая наши интересы вот когда церковь начнет вот так разговаривать с властью и мужчины вот тогда церковь будут уважать а когда церковь просто как крысы бегают куда-то и ни слова никто не знает кто они где они их дальше и так будут презирать у пастора говорят так что вот как было во времена ноя ну пусть они так и будут да пусть так и будут как вообще этому противостоять когда я вот сталкиваюсь с таким что общайтесь с теми кто понимает этот вопрос ну зачем перевоспитывать взрослых людей которые для дракона уже все приготовили это видео это видео оно набрало около 140 тысяч просмотров за меня его снимали я писала апелляцию в фейсбук его возвращали свои же жаловались на это видео меня заблокировали на месяц полностью стоять только за это видео но оно породило то что собрался клуб который мы назвали Божья коровка который борется с тлей и закрытый мы встречаемся там раз месяца сейчас летом у нас был перерыв единомышленников людей которые готовы отстаивать семейные цели около 150 человек почти многие из Украины но в других стран тоже есть может быть вы как-то приглашайте поделюсь опытом продолжаю тему смотрите продолжаю тему не просто мы собрались голосовали если вы спросили какой ну практически чего мы достигли достигли самого главного в результате вот такого сотрудничества экономического единства снизу или как сказать со стороны народа и принципиальной оппозиции лоббе нашей политической партии первоангельской партии были внесены поправки к закону это 2007 или 2008 год это когда еще люди просматривают когда христиане еще только только начинают это умываться зубы чистить типа что новый день поправки к закону что брак в Латвии это союз между одним мужчиной и одной женщиной мы сейчас в Европейском Союзе уже где-то больше 10 лет и шанс узаконить однополые браки в Латвии сводится к нулю потому что на самом высшем законодательном уровне есть вот эта двойная арматура вокруг дефиниции брака изменить закон легко а вот внести поправки к поправкам закона это очень сложно и когда чем церковь должна заниматься вот эти люди болтают кто там одевается не так они они вообще никакого влияния на историю не оказывают я считаю если церковь не влияет на исторический ход событий это вообще не церковь потому что Христос сказал я создам церковь которую врата не одолеют и что церковь свяжут на земле то будет связана на небе я хочу просто задать вопрос сегодня христианство какое влияние оказывает ваше правильное святое чистое непорочное служение на окружающий мир вы соль земли но соль останавливает растление вы свет свет разгоняет ему какое влияние если это просто изолированное сообщество в стенах это сект я не собираюсь ссориться но кому дано заниматься там ну пожалуйста мы должны осмыслить что церковь тире лидеры или пасторы тире это history makers если ты не history makers ну тогда занимайся тогда чем все меняется я смотрю что некоторые вещи не все правильно не поймут но я считаю действительно так какие-то вещи о которых вы говорили 5-7 лет назад сейчас выходят и то что за то за что вас распинали сейчас вас уважают и начинают это делать но мне кажется что мы где-то в хвосте наверное пояс наверное в голове может надо понять эту тенденцию что мы опаздываем и начать уже не выходить на парады которые происходят а создавать такие семейные праздники которые бы препятствовали вообще появлению этой бактерии буквально у нас несколько минут эфира остается да все и я хочу несколько вопросов которые на инстаграме пришли зачитать как битс опрос и спасибо с вами можно очень долго говорить спасибо за такой эфир так без таких трех вещей вот спросим на инстаграме вы не смогли бы прожить обычный что для того первое это семья без семьи и я думаю что все вечером возвращаются домой второе без церкви когда я говорю церковь это духовная площадка для тех экспериментов и тех программ которые тебе дает Бог я духовный человек я пишу музыку я делаю многие проекты я с трудом себе представляю чтобы свои дары я использовал где-то там поэтому первое семья второе церковь и третье у меня я думаю это Америка люблю ее планируете приехать? переехать? нет я просто восхищаюсь этой великой страной которую христиане построили которую не христиане хотели просто вот так все опорочить и благодарю Бога за то что Бог ее поднимает могу я попросить вас завершить одним может быть коротким открытком из вашего стихотворения вот недавно слышала пыль на реале это просто потрясающе что тут потрясающее? знаете в псалме одно написано так что бездна бездну призывает голосом водопадов твоих мы должны идти на глубину я абсолютно убежден что бездна богатств есть у Бога а у нас есть бездна вот этой человеческого человеческих ресурсов если это бездна соединится в бездну то мы будем очень богатыми одна же Ницше сказал такую фразу очень интересную что если ты начнешь взгляд вглядываться в бездну бездна начнет вглядываться в тебя бездны бывают разные есть глубины сатанинские оккультные а есть бездны Божьего богатства так вот я бы очень хотел чтобы мы начали взглядываться в бездну Божьего и на эту тему у меня однажды родилась вот такая зарисовка поэтическая бездна богатства и премудрости Божьей вызывает глубинам человеческого духа в тайны вечности мы не были вхожи не видел того глаз и не слышала уха то что приготовил Бог любящим детям в нем полнота божества телесная реальность земная небесную встретит я слышу как бездна призывает бездна спасибо друзья это был Алексей Ледяев огромное спасибо этой прекрасной кухне скалолини если вы еще не были обязательно посетите это точно моя следующая кухня здесь можно жить все друзья всем пока благословений поделитесь с друзьями этой записью